Здравствуйте! Вы попали на кулинарный канал Диетолога Скачко. Это видео будет полезно всем любителям овсянки на молоке с какао. Особенно тем, у кого есть одно из нижеперечисленных состояний. А именно. Регулярно, либо периодически присутствует вздутие живота, либо в метеоризм. Ухудшилось состояние волос, ногтей, кожи. Возможно, есть неприятный запах от тела, либо изо рта. Возможно, у вас есть веет, осуистая дистония. Нервная система расшаталась. Возможно, есть солевой диатез в почках. Периодически обостряется в цистит, уритрит, простатит. Есть остеопороз, мочекаменная болезнь, пилонефрит, почечная недостаточность и некоторые другие состояния. Если у вас что-то из этого есть, и вы любите готовить овсянку на молоке с какао, то, возможно, вы не знаете, как ее приготовить правильно. Есть много рецептов. В этом видео вы узнаете, как приготовить овсянку на молоке с какао правильно. По методу диетолога Скачко. А также в этом видео вы узнаете, как правильно использовать вот этот кухонный аксессуар, чтобы уменьшить влияние современной экологии на ваш организм. Если вы понимаете, насколько это интересно, уже можете поставить лайк на это видео. А я вам дам несколько полезных советов. Я раскрою секреты диетолога, как все-таки готовить правильно, чтобы это блюдо стало полезным для вашего здоровья, и вы не рисковали своей жизнью. Итак, первый полезный совет диетолога. Конечно, нужно правильно выбрать овсяную крупу в магазине, супермаркете, либо на рынке. Я вам советую выбрать овсяную крупу из герметической воздухонепроницаемой упаковки. Это самая лучшая крупа для того, чтобы приготовить вот это блюдо. Хотите знать больше информации? Ссылку в конце видео дам. Там я подробно расписываю, как разные способы хранения овсяной крупы могут влиять на ваше здоровье. И как можно уменьшить онкологический, кардиологический риск. Ну, иными словами, есть определенные нюансы, которые нужно всегда учитывать. Второй полезный совет диетолога. Выбранную вами овсяную крупу нужно обязательно промыть под строю холодной проточной воды. И вот тут появился дуршлаг. С его помощью вы можете избавиться от тех примесей, которые могли сопутствовать овсянке. И вы от них просто-напросто овсяную кашу свою избавите. Далее. Третий полезный совет диетолога. Часто этот этап опускают. Я советую его обязательно исполнить. Особенно тем, у кого есть вздутие живота или метеоризм. Урчание в кишечнике. Отходят газы с запахом. Неприятный запах от тела, изо рта. Ухудшил состояние волос, ногтей, кожи. И вы тратите много денег на косметолога. Либо ищите, как остановить выпадение волос на голове. Этот этап важен. Особенно вам. А также тем, кто хочет жить. Лучше и дольше. Просто невыполнение этого этапа при регулярном использовании овсянки сокращает продолжительность вашей жизни примерно 30%. Понимаете? Значимость этого вопроса. И что вам нужно сделать? Выполнить третий полезный совет диетолога. Вы овсяную крупу должны замочить. В холодной воде. На несколько часов. Иными словами, несколько ложек овсянки вы помещаете в любую емкость. Заливаете водой, чтобы покрыть сверху, скажем, на полсантиметра овсяную крупу. И оставляете до тех пор, пока овсянка впитает всю воду и увеличится в объеме. В этом случае вы избегаете тех рисков, о которых я уже рассказал. Далее нужно готовить дальше. И сейчас расскажу, что вы должны сделать. А дальше вы должны нагреть молоко и при нагревании добавить какао. Только в такой последовательности можно начинать уже реальное приготовление овсяной каши на молоке с какао. Что вы этим получаете методом? А получаете интересное событие. Какао, порошок какао содержит много щавелевой кислоты. Если вы приготовите на молоке, в молоке есть кальций. Кальций образуют с щавелевой кислотой нерастворимые оксалаты кальция. Они транзитом пройдут по вашему кишечнику. Кальций вы не получили, но вы не потеряли кальций и магний, накопленный ранее совершенными вами усилиями в вашем организме. Если вы готовите по-иному, чаще всего берут молоко, добавляют овсяную крупу. При нагревании, фактически при закипании молока, овсянка уже разварилась. Где-то добавили в конце какао. И как бы это блюдо у вас готово. В этом случае вы рискуете. Как только крахмал, содержащийся в овсянке, выйдет в молоко, свободные молекулы воды исчезнут. И реакция между щавелевой кислотой и кальцием станет маловероятной. Щавелевая кислота попадает в кровь. Находит там кальций или магний. Превращает эти элементы в нерастворимые оксалаты кальция и магния. И они уходят в почку. Выделительность тема от них избавляется. Падает уровень кальция и магния в крови. У вас появляется, повышается резко уровень стрессовой активности. И к вам близко подходить уже нельзя. А также появляется склонность к костной опорозу костной ткани. Кария сможет появиться. И проблемы с суставами. А щавелевая кислота в виде оксалатов кальция или магния может соседать в лоханках почек. И у вас там появляется новый диагноз под названием солевой диатез. Если движение щавелевой кислоты продолжается. У вас обостряется цистит, уритрит. А у мужчин бесплатным бонусом еще и простатит. И снижается потенция. Классное дополнение к неправильному приготовлению овсянки. Если же щавелевая киста задерживается в ваших почках. Оксалаты укропняются. И песок превращается в камни. Мочекаменная болезнь. Пилонефрит. Почечная недостаточность. И вы со своего банковского счета. Для того, чтобы сохранить себе жизнь. Снимаете примерно 100-150 тысяч долларов. Для пересадки новой для вас. Но бывшего употребления почки. Если вы готовите овсяную кашу на молоке с какао правильно. У вас эта инвестиция может быть в другие ваши потребности. Не только в бывшие употребления. Изношенные кем-то почки. Но и убитые в меньшей степени, чем вы собственные. Нарушили их работу. Поэтому правильно вы греете молоко с какао. Овсянка у вас уже при этом настоялась хорошо в воде. Впитала всю влагу. Первый раз закипятили молоко с какао. И оксалаты кальция образовались уже у вас в молоке. Далее добавляете овсяную крупу замоченную. Добавляете второе с докипения. И при остывании получили правильно приготовленную овсяную кашу на молоке с какао. Которая будет лишена возможности нарушить ваше здоровье. И обострить те заболевания, о которых я рассказал. Часть из них может уменьшиться. Некоторые, если это была единственная ошибка для их проявлений, могут исчезнуть вовсе. Иными словами, активная профилактика и лечение тех заболеваний, которые я перечислил в начале видео. Если хотите узнать, посмотрите. Возможно, у ваших кровных родственников они есть. Возможно, они тоже любители овсянки неправильно ее готовить. Бросьте ссылку им на это видео. Пусть они тоже готовят правильно и будут более здоровы. Правильное приготовление овсянки, надеюсь, теперь будет одним из здоровых блюд в вашем рационе питания. Конечно, если вы хотите питаться не только одной овсянкой, на молоке, с какао, хотите больше здоровых продуктов питания, напитков, иметь в своем образе жизни, в своей системе питания, не вопрос. Ищите видео. Кулинарный канал Диетолога Скачко. Там сотни видео, в которых я рассказываю, как приготовить чай китайский, как имбирный чай приготовить, кофе, как борщ сварить, как другие блюда и напитки приготовить. Чтобы вы совершали меньше ошибок, меньше болели и дольше жили. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моих канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. Если вы понимаете, сколько вы получили полезной информации, возможно, лайк вы уже поставили. Если нет, не забудьте его поставить. Можете написать свои отзывы в комментариях. Возможно, вы так и готовили овсянку на молоке с какао. Напишите, я так и делал. Возможно, вы совершали ошибки и понимаете теперь, почему у вас есть те или иные болезни. Коррекцию провести несложно, ведь цена вопроса ваше здоровье и ваша жизнь. Проводите коррекцию. Ну, а если вы напишите свои отзывы в комментариях, я вам буду только благодарен. Как и те зрители моего канала, которые посмотрят это видео после вас. И получат еще больше информации для своего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих видеоканалах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко. Это YouTube. А также Школа Доктора Скачко в Instagram. Не забывайте искать кулинарный канал Диетолога Скачко. Там сотни полезного видео. Если вы еще не подписчик, не забудьте подписаться. Проще будет найти и кулинарный канал, и другие видео на моем видеоканале. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok